Загорянка. Так тепло и с любовью называют местные жители свой дачный поселок Загорянский. Название он получил по фамилии дворян Кисель-Загорянских, владевших этой землей, часть которой они в начале 20 века распродали под дачное строительство. В июле 1912 года вокруг платформы Загорянская, щелковской ветки северных железных дорог, начал формироваться железнодорожный поселок Кисель-Загорянский, о чем сообщала газета «Раннее утро». Это и стало датой его основания – 110 лет назад. В 30-е годы именно в Загорянке зародилось кооперативное дачное движение. Местные жители инициировали создание поселков для летнего отдыха с детьми. Близость к Москве, чистый воздух, вековые сосны, река Клязьма – все это сделало Загорянку и окрестности элитными дачными местами, в которых любили отдыхать многие знаменитые люди. Среди тех, чьи имена связаны с Загорянкой – Юрий Никулин, Николай Озеров, Артур Челингаров, Валентин Дикуль, Владислав Третьяк, Татьяна Тарасова и многие другие. А случилось тут его дивное в одремучих лесах Подмосковьей, где лосями все тропы утоптаны, медведями овраги навыроты. Древняя история освоения нынешних загорянских земель оживает на сцене. В воскресенье на стадионе «Спартак» отметили 110-летний юбилей дачного поселка. «Загорянский лайф» – так называлась праздничная программа. Множество активностей для взрослых и детей – мастер-классы, интерактивное шоу, выступления музыкантов. Каждый, кто пришел, мог найти что-то свое. Некоторые элементы программы навевали теплые воспоминания о советском прошлом. Например, вот такие напольные уличные шахматы когда-то собирали в городских парках десятки любителей интеллектуальной игры. Лучшие люди Загорянки, вкладывающие душу и силу в ее развитие и процветание, медики, педагоги, работники культуры, а также ветераны поселка, получили в честь юбилея грамоты и подарки. Их вручили руководитель Загорянского территориального отдела администрации городского округа Щелкова Виталий Панкратьев и депутат Совета депутатов Ксения Королева. Загорянка – это моя вторая малая родина, потому что я Загорянку узнала 45 лет тому назад. Ровно 45 лет тому назад мои мамы с папой тут сняли дачу, чтобы мы могли проводить время летом. Такая теплая, она такая вся светлая, она такая, знаете, такой воздух у ней, который просто наполняет тебя всем-всем вдохновением, любовью. Приехал сюда служить, войсковую часть, и потом после увольнения из вооруженных сил остался здесь работать, преподавать. Загорянка для меня все. Я просто, я ее люблю. Лучше места для меня, ну, просто не существует. Раз побывав на Загорянке, ее уже невозможно разлюбить, в один голос говорят местные жители. Кстати, их количество увеличивается в летний сезон с 8 тысяч постоянного населения до 30-40 тысяч человек. Столько счастливых людей, влюбленных в свою Загорянку. Несмотря на свой почтенный возраст, дачный поселок Загорянский не утратил свою индивидуальность, идентичность и свое предназначение дачного поселка. А именно быть зеленым островком в городском укреплечении. Здесь люди занимаются активным отдыхом. Живут, радуются жизни.